С Украины, потом с Армении, потом с Эстонии, потом с Турции приехал, откуда у нас еще? С Беларуси, с Молдовы, с Казахстана, а сегодня у нас проповедник Илья Чащин. Илья, ты из какого города? Я из Варны уже. Вообще из Нарвы. Из Нарвы? А я еще вчера смотрю из Нарвы, думаю, вот одну букву, две буквы переставили, и он уже, ну как это так хитро ты сделал? Спасибо. Да, слава Богу, церковь. Слава Богу, церковь. Очень рад всех видеть. Много с Радом доведите всички ты. Да. Сегодня тема моей проповеди это... И днешняя тема на мою это проповедь. Христианам нужна истина. Христианцы нуждают от истината. Да. Вообще, очень такой интересный вопрос, что такое истина или что есть истина. Много интересного вопроса, какого истината. Это очень древний вопрос, древен как этот мир. Това е древен вопрос, древен колкото е този свят. Всегда люди стремились постичь такого знания, которое бы не подвергалось никакому сомнению. И хората винаги се опитвали да достигнат това знание, в което никога да не се сомняват. И оно бы не изменялось. И това знание никога да не би се променял, да не се променям. Да. А противоположность истины мы можем легко обозначить. И можем легко докажем, кое противоположность на истината. Это ошибка, обман, ложь, обольщение. Твая грешка, лжа, обольщение. Заблуда. Да. Я думаю, что никому не хотелось бы прожить жизнь, которая основана на лжи. Мисля ченику небескал да живее живота, което основан вверху лжата. И в конце жизни, представляете, какое бы великое, вообще высшая степень разочарования бы человек почувствовал. И той же человек би усетил много силного разочарования. Для этого нам нужно разобраться и ответить на вопрос, что есть истина. И затова трябва да изясним, какво е истина-то. А если мы посмотрим в историю, то, как я уже сказал, во все времена человечество стремилось познать истину. И как в вече казах, прежде всего это время хората се опитывали, да достигнут, какво е истина-то. Да. Во времена Иисуса Христа Римская империя, она приняла очень много из греческой культуры. По времену Иисус Христос римлянти са приели много неща от грецката кулактура. Да. И такая наука, как философия, она вообще была на пике популярности. И тогава наука, так как философия, била много популярна. И вообще целью всех философов это было докопаться до истины. И целта на всичките философии е била да разберат, какво е истина-то. Да. Но, к сожалению или к счастью, никому это не удалось. Но за сожаление или за счастье никую тях не успел дагу направить. Да. Поэтому неудивительно, почему Понтий Пилат задаёт такой вопрос. Не учуду, за что Понтий Пилат задава този вопрос. На Христос. Да. И мы прочитаем из Атеана, 18 глава, с 33 по 38 стих. Так мы прочитаем от Евангелия на Иоанну, 18 глава, 33 до 38 стих. Я буду читать в современном русском переводе, а там на болгарском. Что ты читал в современном русском переводе, а там что именно проектор на болгарском. Пилат вернулся во дворец и позвал Иисуса. Ты, царь иудеев? спросил он. Ты сам это решил или тебе рассказали обо мне другие? спросил Иисус. Я что, иудей? возразил Пилат. Это твои соотечественники и старшие священники выдали мне тебя. Что ты такое сделал? Иисус отвечает, царство мое не из этого мира, сказал Иисус. Если бы царство мое было из этого мира, мои подданные стали бы сражаться, чтобы меня не выдали иудеям. Нет, царство мое не отсюда. Так значит, ты все-таки царь? спросил его тогда Пилат. Это ты говоришь, что я царь? ответил Иисус. Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы быть свидетелем истины. И кто принадлежит истине, слушает голос мой. А что такое истина? спросил его Пилат. И с этими словами он снова вышел к ним. Ну и дальше Пилат говорит, я не нахожу, что этот человек ни в чем не виновен, сказал он им. Да. Мы можем заметить, что Пилат, у них такой диалог с Христом очень интересный. Можем да видим, че диалога на Пилат с Христом е много интересен. Я думаю, что Пилат, он был достаточно мудрый и умный человек. Он также интересовался философией. Мисля, че Пилат бил мудр и умный человек, если се интересовал от философията. Ну, также он и следил, чтобы ничего не угрожало бы Римской империи и императору. Слышно, така то я следял ничто, да няма лошу влияние на Римската империя, на императора. Да. И как бы целью, задачей Пилата было убедиться, что Христос не представляет никакой угрозы для римлян. И целый тонн Пилат беще, да види Христос, да не представляла заплаха за Римской империя. Да, и он задает некоторые вопросы, ты ли царь, у них такой диалог, и в конце он понимает, что... Кто задавал в вопросе и в крае разбирал? Что Иисус это, ну, для Него очередной философ, очередной мудрец, чудотворец, целитель. За Него Иисус и, может, один философ, мудрец, чудоцелитель. Да, и он никакой угрозы не представляет. И той не представляла никакого заплаха. И в конце он так пренебрежительно, потому что, видимо, уже этих мудрецов столько было. И в крае вече пренебрежение, вече за что-то има много тези мудрециха. Да, и он просто говорит, ну, что есть истина, и уходит, даже не дождавшись ответа от Христа. Той пида какво истина, да? И просто се трыгва до урина ничека отговора ему. Но если бы он только знал, как он близок был к ответу. И аку той, зажалостно, не знал, колку близок был до отговора. Так близко к ответу на этот вопрос еще не был никто, как Пилат. Только близок до той отговора никуда не был, как ты помните Пилат. А ответ стоял перед ним, это в лице Иисуса Христа. А отговора и стоял пред него в лицето на Иисус Христос. Сам Иисус Христос чуть раньше он уже говорил своим ученикам. Это написано от Иоанна, 14 глава, со 2 по 6 стих. Сами Иисус Христос вече говорил на своите ученици. Това пише в Евангелието от Иоанн, 14 глава, от 2 до 6 стих. Да, там написано, в доме отца моего комнат много, или обители много. Будь не так, разве я бы сказал вам, что иду приготовить вам место? И когда я уйду, приготовлю вам место. Я вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там же, где я. А куда я иду, путь туда вам известен. Господь, мы не знаем, куда ты уходишь, возразил Фома. Так откуда мы можем знать путь? Говорит ему Иисус. Я путь, истина и жизнь. Только через меня можно прийти к Отцу. Да, очень мощное слово Иисуса. Много мощного слова на Иисус. Да. Иисус сказал, что Он есть и путь, и истина, и жизнь. Иисус сказал тое пытье, живота и истина. И Он, можно сказать, дал ответ на все нужды человечества. Тое вечер дал отговоры на всички те нужды на человечество. Если ты не знаешь или хочешь знать, куда тебе идти, вот, я есть путь. А если не знаешь, где ты уйдешь, Христос сказал, что я вам путь. Следуй за мной. Треба, да мы следуешь. Хотите знать, во что верить? Я есть истина. Говорит Христос. Хотите знать, как правильно жить и жить вечно? Если кто-то знает, как живете правильно и вечно? Я есть жизнь, Иисус говорит. А сам живот, оказывает Иисус Христос. Так хорошо, что нам теперь с этим всем делать? Доброе, как вода правим со сичку тва? Вообще, что мы здесь как бы собрались? За что в общем-то здесь мы все собрали только? Да, ну, как бы сегодня воскресенье. Неская неделя. Особо не поработаешь. Нямо как-то поработаешь. Душа к Богу рвется все-таки. Душа-то с истремиком Бога. Да, тут дом Божий. Твой Божий дом. Собрание святых. Собрание на святи хорах. Братья, сестры. Братья, сестры. Мы семья вся. Мы семейство всички-то. Божье семейство. Ну, так как к Богу же надо идти, а не как бы в церковь. Нали трябва да отивам при Бог, не точно в церква, да? Да, и здесь вот как бы одна сложность возникает. И возниква една трудност. Что мы, приходя в церковь, ищем Бога, приходим к Богу. Когато идем на церква, търсим Бог, идвам при Бог. И здесь Божественное, вот все чистое и совершенное, оно соприкасается с человеческими. И тук всичко Божественное и чисто, то се докосва с човешките неща. Оно вынуждено преломиться через нас, людей, потому что мы все люди. И това се... Се причупва през нас, хората. Да. И отсюда начинаются такие явления, как деления. Люди начинают, как бы, себе подыскивать что-то больше по душе. Вот тук излезает някакви разделение, хората супитва да намират нещата кутуса близки за тях по душето. Да. Что-то вот ближе по характеру, по восприятию. Нечто близко по характеру, по восприеманиту. Да, где-то там вот свечи есть. Някодима свештички. У нас тут вот барабаны, музыка такая. При нас тукамо барабаны, такова музыка. А с я харесовам. Прославление мощное. Мощное хваление. Мы чувствуем, что это Богу нравится. Усештима чинобог твам ухаресва. Или я один так чувствую. Или я саму азбу усештима. Да. Где-то там вот молитву о чинаш надо читать после каждой молитвы. Некогда. Трябода читаем молитву о чинаш. Я думаю, вы понимаете, о чем я так намекаю. Вместе через бред, из-за какого намеквам. И на самом деле это не что-то новое, то есть мы переживаем в наше время сейчас. Това, което переживаем в наше время, не е нечто новое. Да. Это, к сожалению, было уже в первой церкви. В первой церкви вече всичко това имало. Когда люди начали как-то себя относить. Вот я там Павлов, я там Петров, я там Аполосов. Куда-то хората вече започнили да относить себя к Павлу, доказывать, я сам Павлов, Петров или Аполосов. И, знаете, по-человечески Павел мог бы так сказать, ну, Павлов это классно, а вот все остальное, ну, но нет. Но на самом деле Павла это очень сильно огорчает и он говорит, зачем вы делитесь, разве Христос разделился? Поэтому Павел написал вот в Ефесе нам 4 глава 13 стиха. И Павел написал вот в послании в таком Ефесеане 4 глава от 13 до 15 стих. Пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познании Сына Бога и встречи с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к нему. Он же Христос есть глава. Поэтому истина — это не в каких-то особенностях церкви. Истина — это не в особенностях церкви, да? Или в каких-то вот особенном учении какого-то служителя. Не в неком особенном учении на неких служителей. Все, что требуется от нас как от христиан, это познавать Христа. Это когда ты живешь по таким принципам, которые тебе открыл сам Господь, тебе лично. Когда ты, возрастая духовно, поднимаешься на новый уровень или на новую ступеньку. Куда ты расстреешь духовно и стигаешь на повысоку стыпау. И остаешься на ней, практикуя все то, что тебе открыл Господь. И усталаш на това Него, практикуя това, което тебе казал Господь. И дальше, все дальше познаешь Христа, растешь в Христе. И следом все повече и повече опознавашь Христос и израствашь. И при этом, утверждаясь во всем том, что тебе открыл Господь, через Святого Духа. Потому что и Святой Дух есть истина. Одновременно изучая Слово Божие, потому что и оно есть истина. И получается, что мы в процессе познания Слова Божие, потому что оно истина. Утверждаясь Святым Духом, что мы принимаем истину. Растем в познании истины, то есть Иисуса Христа. Я хочу пройтись по некоторым таким пунктам. Как же нам возрастать в познании именно Христа? И для начала хочу обратить внимание вообще на жизнь и характер Иисуса Христа. Какие качества были характерны Иисусу Христу? Какие качества были характерны за Иисус Христос? Вообще, это на самом деле огромный список. Твой огромный список. Да, но я некоторые такие ключевые выписал. Я самый важный из этих. Качество Иисуса Христа. Он был любовь. Качество это на Иисус Христос. Той и бил любовь-то. Ему была характерна кротость и смирение. Той бил кроток и смирение. Терпение у Христа, ну, самая высшая степень терпения у Христа. Христос имал най-висока степень на терпение. Сверх долго терпение, я бы сказал дальше. Сверх долго терпение имал Христос. Иисус был добр. Иисус Христос и бил добр. Он прощал людей, прощал грехи. Той и прощавил греховете на хората. Он был милостив и милосерден. Той и бил милостив, милосерден. Он был исполнен со страдания. Той и был исполнен со состраданието. Он был верный отцу. Он был покорный Богу отцу. Он был перед ним праведен, перед Богом. Он был праведен и перед людьми также. И в конце он все-таки был святой. Это был прообраз святости. Я хочу прочитать некоторые места Писания. Просто я их со стороны увидел. И они меня вот так зацепили. Первое это будет Матфея, 14 глава. Да, с 14 по 21 стих. Я буду опять в современном переводе читать. Потому что когда я его читаю, он больше, видимо, ближе по современному языку. И я больше чувствую вообще состояние Христа в те моменты. И така по-добре усещам застоянието на Христос. Да. И здесь написано. Иисус, выйдя на берег, увидел большую толпу. Ему стало жалко их. И он исцелил тех, кто был болен. Для понимания, толпа это ни один, ни сто, ни тысяча человек. Даже толпа это прям реально очень много людей. Толпата не сто человек, много хора имаше тогава. И понимаешь, что Иисус был на сто процентов человек. И разбирайки, че Иисус Христос е на сто процента человек. И физически он также испытывал усталость. Той физически испытывал, той бил изморен физически. Но насколько его сердце было наполнено любовью, смирением, состраданием, добротой. Всеми вот этими качествами, которые я перечислил. Но сколько и бил той исполнен со стези качества, которые ты избирал, со любовь, со доброта и усердие. Что ему стало жалко всех, кто был болен. И он их всех исцелил. Той, като видел тези хора, той сажалил всички-то. За что-то всички сабили болни. Да. Возможно, кто-то скажет, что это было так мгновение ока, и все исцелились. И няко может докажет, че той просто и шторакнулся с прысти, и сички сосы исцелили. Но если мы замечаем некоторые ситуации, которые были с Христом, связанные с исцелением, и как увидим ситуации, то в основном людей приносили к Христу. Он встречался с людьми, чтобы их исцелить, чтобы явить чудо. Люди сами касались Христа, чтобы получить исцеление. Хората садунасили болни при Христос. Христос сестре, что с хората даги исцели. И я могу представить, что и в этой ситуации Бог с каждым проконтактировал. И могат да се представят, че Бог се срещнал со всеки лично за даги исцели. По-человеческим я честно не могу представить, чтобы проделать такой объем работы. И человечки не могут да се представят, да направиш таков объем на работу. И написано в следующем стихе, и когда наступил вечер, то есть это продолжалось с течением всего дня, подошли к нему ученики. Место здесь пустынное, сказали они, а время уже позднее. Отпусти народ, пусть сходят в окрестности селения и купят себе поесть. Им незачем уходить, ответил Иисус. «Накормите их вы». У нас ничего здесь нет, только пять хлебов и две рыбы. Говорят они ему, «Принесите мне их сюда», сказал он. Иисус велел людям рассесться на траве, взял пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, произнес молитву благодарения, разломил и дал хлеб ученикам, а ученики народу. Все ели, насытились и еще набрали двенадцать полных корзин оставшихся кусков. А едоков было на пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Пусть женщины не обижаются. Что их не считали за людей. Чи не саги бруяли за хоратом. Я хочу... Да, за едоков, за людей. Нет, не записано. Едоков было пять тысяч человек. Да. Но они же все равно ели, правильно? А люди-то они как люди, они ели в колокольчик. Ну, просто представьте, что пять тысяч мужчин, а я думаю, что женщин с детьми не посчитали, знаете почему? Представьте себе, пяти тысяч человек, и жените и децата не саги бруяли. Знаете ли за что? Это так, просто домыслы. Моите разбирания. Ну, я просто по своей семье сужу. По своему семейству садим. Когда мои дети, они маленькие, они разбегаются. Куда-то моете децата все разбегают. Ну, женщины, они, в общем-то, бегают за ними. Особенно в то время, я уверен, что... Жениты бегают за децата си. Что мужчины, они стояли вот так, и посчитать их было несложно. А женщины, они перемещались постоянно. А женщины постоянно садвижились за децата си. Да, наверное, они даже лежали, да, просто. И как бы вообще еще легче. А если учесть, что было только пять тысяч мужчин, а возьмем, например, семью Христа, у него было четверо братьев и еще несколько сестер. Няколко сестри. Допустим, 10 человек, это было семья. Например, 10 человек это семейството. Ну, хорошо, возьмем 5. Пет. То 5 на 5 это 25 тысяч человек. Пет по 5 25 тысяч человек. Представьте си. Это огромная толпа. Толкова голяма толпа. И Иисус, как человек, Он с ними работал. Иисус, като човек, и работил с тях. Я просто удивляюсь, на самом деле, когда рассуждаю вот с моим характером Христа. Аз много се учудвам, когато рассъждавам върху характера на Иисуса. Насколько Он любил людей? Колко силно Той обичал хората? Очень хотелось бы, чтобы мы приобрели все эти качества Иисуса Христа. Много не си иска да придубим всичките тези качества на Христос. А это возможно, только изучая жизнь Христа. Исследуя жизнь Христа. Также в Писании очень много посланий апостолов, где они раскрывают больше и шире суть Христа. И хочу подвести такой итог и иском достигнем единой избуду. Истина не в особенности той или иной церкви или в каком-то определенном деноминации или каком-то ответвлении от христианства. Истината не се намирает в някакви уделни особен учения или в определенная деноминация. Иисус есть путь и истина и жизнь. Иисус пыть от истината и живота. Иисус также в диалоге с Понтием Пилатом он сказал Иисус в диалоге с Понтием Пилатом и сказал И кто принадлежит истине слушает голос Мой. Който принадлежит к истина слушает Мой глаз. Другими словами это кто принадлежит Христу будет Вадим Богом. Соответственно наша задача и цель это принадлежать Христу. Я думаю что каждый бы хотел быть Вадимом Богом и быть в этом уверенным. И следует возрастать в познании Христа трябва да порастваме и израстваме в познание на Христос через учение Слова Божьего исследуя жизнь и характер Христа применяя в жизни те откровения которые Бог нам открыл. И да прилагаме те откровения в живота си които Бог не сказал. пусть Господь нам поможет всегда руководствоваться тем что открывает нам Дух Святой. Винаги да сме рековедени от това което ни показывает Святая Дух. Находить подтверждение этому в Священном Писании и верить в Исуса Христа. И да верим в Иисус Христос потому что Он есть истина. Вот эти три вектора основополагающие для понятия истина или это или не истина. К сожалению мы живем в такое время сейчас когда очень доступно всякие ветручения о чем и Павел предупреждает уже Первую Церковь. К сожалению живем по то время когато много учений с доступны и които с лыжи учений и апостол Павел не предупреждава в Първата церкви също. Я размышлял недавно с чего нужно начинать общий день. С какого трябва да започне денят. Может быть кто-нибудь знает. Может би някой знае. Я принял для себя что первое когда открыл глаза это нужно поклониться Богу. Аз взех решение за себе си что мы часто делаем и я за собой замечаю. Вообще эту проповедь я говорю в первую очередь себе. Когда мы открываем глаза я часто замечал за собой руку забел и рука она тянется куд и там сразу открываются разные сообщества и там и еще в Библии в древности уже было написано прямо как четко для нас. И еще в Библии и в древности много ясно было написано как то за нас. Худые сообщества развращают добрые нравы и развращают добрые нравы. Как много сейчас сообществ у нас в телефоне? Одно дурнее другого. Худее худее другого. И я на самом деле замечаю меня иногда в эти сообщества добавляют вот прям сами. Я не знаю как это происходит. В одно доброе бы сообщество добавили бы сами меня без моего участия. Не знаю что меня добавят в добрые сообщества. Добавят меня в некую осень. Сатана не дремлет. Он всегда хочет нас куда-то завлечь. Поймать куда-то. Увлечь от истины. Поэтому дай нам Господь мудрости. понимание и ведение чтобы руководствоваться всегда истиной которая скрыта в Иисусе Христе. Потому что Он сам есть истина. за что-то той сами от истины. В принципе на этом все. Был очень рад поделиться своими мыслями. Я надеюсь что эти слова были полезны для вас. Надя вам сочетать думи забили полезнее за вас. прославился Бог. Слава Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо.